Правильность съемки, вопросы, скажем там, какие права имеют модели, где можно снимать, где нельзя снимать, это вынесено в отдельную лекцию, а в данной лекции она не будет прослушана, исключительно речь идет об авторском праве, то есть на права, которые возникают на объекте авторского права фотографии. Вокруг этого объекта как раз будет построена лекция. Отдельная лекция, я планирую еще создать и прочитать, связанная с защитой непосредственно авторского права, то есть как бы короткое пособие для фотографов, как можно, в общем-то, минимальным способом обойтись без юриста, защититься или, по крайней мере, сделать все, чтобы попытаться защитить свою авторское право. Итак, в данной ситуации рассматриваем основы авторского права и начинаем мы с самого начала, что такое авторское право. Существует множество определений, что такое авторское право, но в первую очередь необходимо понимать, что государством определены определенные правоотношения и в первую очередь они связаны с произведением «Ни». И уже отсюда исходим, какие возникают с этого, скажем, последствия. То есть взаимоотношения между автором и произведением, взаимоотношения между третьими лицами по отношению к произведению и так далее. И законодательно эти правоотношения урегулированы. Для нас это важный принципиальный закон, закон об авторском праве и смежных правах 1993 года. Гражданский кодекс Украины 2003-го, а также ряд международных конвенций, которые являются частью украинского законодательства, и они также для нас сложны. Несмотря на то, что конвенция Бернская 1886 года, там было множество дополнений современных, однако эта конвенция действует и она для нас принципиально важна. Мы дальше поймем, почему именно Бернская конвенция о хранении литературных и художественных произведениях. Есть еще всемирная конвенция об авторском праве 1922 года Украины, а также Советский Союз присоединился к ней. Украина также на нее распространяется действие этой конвенции. Она уже менее для нас актуальна после вступления, скажем, в Бернский Союз, то есть присоединение к Бернской конвенции. Но также она частью является, анимативная частью нашего законодательства и защищает, охраняет авторские права. Я тут неспроста разместил внизу, может быть плохо видно, просто Александра Сергеевича Кушкина. Зачем маленькая фотография Александра Сергеевича Кушкина? Для того, чтобы проиллюстрировать вкратце, какое отношение имеет, скажем, он и вообще, как развивалось авторское право. Буквально только в несколько исторических периодов. Ну, вы понимаете, что в античное время не существовало авторского права, потому что не было таких орудий, которые бы позволяли быстро воспроизводить в большом объеме, скажем, произведения. Однако, с изобретением Иоанна Гутенберга, печатного станка, в 1440 году, начинается эра, по сути, авторского права. Постепенно оно сначала из привилеев вырастает уже в законодательный нормативный акт. Это первый нормативный акт, который касается авторского права. Это был 1709 год, Великобритания, акт Анны, значит, Сатут Анны. Назывался так, где впервые было запрятлено. Но почему? Почему до этого не существовало авторского права как такового? Потому что как раз воспроизведение произведения, ну, скажем так, возникало некоторое, и до последнего, до 19 века возникали юридические споры. Все прекрасно понимают, что есть объекты авторского права. Есть право собственности. Есть какой-то объект, например, книга. Вот он написал, он и продал, например, до выпуска. Значит, это объект собственности. Но не было тогда понятий, не возникали понятия, когда возможность появилась воспроизводить. То возник вопрос, а почему я купил, я же имею право и сделать копию. Так вот как раз вопрос стал, имеет ли право кто-то воспроизводить без согласия автора, без согласия, скажем, издателя. Это было, решалось определенным способом. То есть в средневековье это когда были привилеи, то есть когда автор обращался к вельможи и просил, чтобы за ним закрепили монопольное право на издание книги. Там на 10-20 лет где-то, ну, где-то приблизительно так было. То есть это были индивидуальные авторы. А далее развивалось, что пришли к тому, что существует некое право, право на воспроизведение. И что оно должно принадлежать только субъекту, который, скажем, это произведение создал, или еще на каких-то правах третьему лицу. Вот возникает авторское право, то есть закрепление права на воспроизведение. По сути, это именно, скажем, суть авторского права. И оно главное, чтобы понимать, что авторское право разделяется. То есть можно сделать фотографию и распечатать ее, да? Сделать карточку. Можно продать карточку. Но покупая карточку, это не означает, что лицо имеет право ее воспроизводить. Точно так же тут есть, то есть понятно, да, этот вопрос, то есть материально она отделена. Когда покупается книга, это не означает, что вы имеете право ее отскалировать и выложить в интернете. Вы ее можете только прочитать, вы можете ее перепродать, этот ответ, но не имеете право воспроизводить каких-либо случаев для дальнейшего коммерческого использования. Или просто публичным использованием и так далее. В том числе, обращаю ваше внимание, что, когда я говорю про, поставляя право собственности и авторское право, да? Если вы заказываете, юбилируете, изготовите юбилированное украшение, да, вы платите деньги, вы получаете объект собственности, да? Вы можете его перепродать и так далее. Вы заказали, вам изготовили. То авторского права, вот, например, вы заказали изготовить фотографию. Вот вам фотограф и передал там электронным, например, палет. Однако это еще не означает, что заказчик приобрел все права, в первую очередь, на воспроизведение дальнейшее или использование публичных способов и так далее. То есть, за украинским законодательством, по общему праву, что, как ни странно звучит, авторские права имущественные на произведение, значит, произведение принадлежат поровному заказчику и исполнителю. А в отношении изобразительного искусства, куда сюда и входит фотография, считается, что принадлежит все фотографу. То есть, грубо говоря, вы приходите в фотостудию и фотографируете, например, какие-то надокументы, фотографии и так далее, то на самом деле за автором в фотографии принадлежат все права имущественные, то бишь право на воспроизведение. Если иное, не будет заключено соглашение, где сказано, что, скажем, заказчик получает право еще и на воспроизведение тех полученных продуктов, которые я не создал. Самое большое заблуждение в авторском праве, когда говорят, что у меня украли идею, а, соответственно, вы нарушили авторское право. Авторское право не охраняет идею, а только форму. То есть, форма эта имеет в виду уже какой-то материальный объект, который можно, как говорится, осязать и видеть, пощупать. Поэтому в данной ситуации, когда говорится о том, что украли идею, ну, например, сфотографировали с одного и того же ракурса какой-то объект, и, как бы, смотрите, плагиатом еще это называют, это абсолютно неверно, потому что дело в том, что идея не охраняется, только сам объект. То есть, воспроизвести, если незаконно воспроизвел фотографию, соответственно, она нарушила авторское право. Если же просто взял идею снять, например, какой-то объект, какой-то пейзаж и так далее, то это не будет являться объектом и спора, и его юридического, и не будет являться нарушением. Далее необходимо рассмотреть в двух словах о фотографии. Ну, фотография имеется в виду, по закону очень хорошо написана, то есть, как бы, классическое определение, что такое фотография. И, значит, и другими, и воспроизведение каких-то произведений, значит, другими способами, подобными фотографиями. Но сразу возникает вопрос, то есть, это и аналоговая фотография, и цифровая, а охраняется авторским правом. То есть, это будет объект авторского права. А у меня тогда возникает вопрос, иными способами подобных фотографий. А вот сканер, например, взяли, например, какое-то произведение, отсканировали, рисуночек взяли, рисунок нарисовал, рисунок отсканировал, и объект будет авторского права. Ну, фотография же, или фотокопия ее называют, да? Но тут есть определенные споры. Так, это попускаю, потому что нет, скажем так. Тут дальше приходит вопрос оригинальности. Некоторые из иностранных актов, которые регулируют авторское право, вы можете видеть, что охраняется оригинальное произведение. Ну, достаточно открыть закон об авторском праве в Великобритании, там четко написано, что охраняются оригинальные произведения, литературные, там, драматические и так далее, изобразительные, искусства. Но слово оригинальный, скажем, во всем, в Америке точно так же, то есть существуют якобы какие-то произведения не оригинальные, да, а существуют оригинальные. И тут уже теоретически можно сыграть, насколько оно оригинальное, сказать. Да, вы создали фотографию, но она не является оригинальной, и значит, она не попадает под правовую охрану. То в Украине такого вопроса, в общем-то, нету, не возникает этот вопрос. Почему? Потому что в украинском законодательстве нет такого критерия, как оригинальность. То бишь, охраняется любая фотография, которая зафиксирована в материальном носителе, не имеет значения, она оригинальная, не оригинальная. То есть тут вопрос даже не возникает. В Украине такого, как критерия, оригинальности нет. Надо понимать, почему еще раз говорю, что иностранцы, например, спрашивают оригинальное или не оригинальное в данной ситуации. У нас тут вообще такого вопроса не может быть. И тут, как бы, в продолжении, например, вот это репродукция, сделана фотография, это неосканированная, это большая картина, сфотографирована. То есть качественно сделанная репродукция. Возникает вопрос, является ли это оригинальным произведением, да? Вот фотограф пришел, и классическое произведение, то есть на нему срок охраны авторского атомного истек, то есть оно не охраняется, можно свободно его взять, воспроизвести. Вот он подошел, ну это профессиональный музей, музейный фотограф, взял, сфотографировал, качественно сделал очень, с большим разрешением фотографию. Является ли это объектом авторского права? По сути, репродукция. Он ничего оригинального не сделал, он, по сути, затратил энергию, а за украинским законодательством является на самом деле. То есть тут, как бы, тут никто не может поиграть на том, что является, насколько оно оригинально. Теоретически, любое изображение, которое сделано с человеком, да, оно попадает под охрану. Я тут просто вам сразу приведу один пример интересный. Это был судебный спор, он не закончился, решением суда, там было мировое заключение, но, значит, известный фотограф Михаил Андреев, он фотографирует объекты искусства. И в том числе он сфотографировал пекторат, известный эскиз от пекторат. Далее было опубликовано справа в каталоге. Скорее всего, с этого каталога была фотография пересканирована и размещена на иллюстрированная обложка гражданского гражданского права. И был спор, потому что он, что он сказал, что незаконно взяли мое произведение, да, воспроизведение, что использовали, нанесли ее на обложку и, как бы, даже, прямо, можно сказать, померчики в целях использования. Ну, скажем, противная сторона, это юристы, которые писали этот гражданский учебник гражданского права, опирались на том, что, как бы, а как же так, это пектораль, это достояние Украины, это не объект авторского права, естественно. Уже сроки все истекли, и никаких сроков даже речь не может идти, потому что на тот момент и не существовало авторского права, как право. Поэтому опирались, говорили на том, что, ну, на самом деле, ничего страшного, тут, как бы, это, ничего тут нового, как бы, автор не сделал. Он механически просто, ну, да, с помощью фотографий, да, искусно это сделал, с посветкой, но все равно это носит только технического характера, по сути, пытались доказать, что это технического характера фотография, не объектом. В конечном итоге, ну, решения суда нет, как практики я могу сказать, что было бы хорошо, конечно, чтобы суд присудил, что незаконно воспроизвели и так далее. Ну, было мировое соглашение, однако, в любом случае, мы можем, говорит, подводить к этому, что даже критерии оригинальности тут не возникают. Далее. Некоторые считают, что фотографии должны обязательно носить какую-то художественную церковь. Ну, то есть, ну, что такое, подошел, чик, и все, и ты автор, да? Как бы, нет, надо какие-то затратить определенные способности, как-то, или там, свет, или это постановочная должна быть фотография, или это будет высокое, это там, качество и так далее. Однако, на самом деле, закон, еще раз говорю, никакой обязательной художественной ценности в произведении не приписывает. Более того, он говорит, закон, о том, что объектом авторского права может быть любое произведение, независимо от жанра, скажем, его ценности. То есть, может быть буквально бытовая фотография, да, сделана непрофессионалом, любителем. И также на нее будет распространяться, она будет охраняться авторским правом. Тут есть один маленький интересный момент, потому что закон говорит о том, что есть вот объекты авторского права, да, это произведения в сфере литературы, искусства и так далее. И есть определенный перечень объектов, которые закон не считает объектами авторского права. Ну, например, изображение денежных знаков, изображение государственной символики, принятые законы, официальные переводы законов. Ну, на макинутовых актах. Значит, произведения народных фольклора и так далее. Ну, это ограниченный список, он небольшой, абсолютно, вот он и здесь и представленный. Однако, там, в самом начале, есть такое определение, значит, сообщение о новостях дня или текущих событий, что имеет характер обычной пресс-информации. Вот что такое обычная пресс-информация? События. Ну, тут есть споры. Однозначной практики, к сожалению, судебной практики, поэтому нет. Я хочу отметить, что у россиян также аналогичная есть норма. И сейчас начинают суды довольно часто признавать фотографии не объектом авторского права, потому что они лишь всего-навсего освещают текущие события, но в основном характера. Это не совсем очень хорошая практика, потому что, по сути, она приводит к тому, что любая репортажная съемка может быть признана не объектом авторского права. Поэтому, но в то же время, однозначный судебный, в украинской судебной практике не нашло отображения, что считать. Можно ли эту фотографию, размещенную на официальном сайте, считать простой пресс-информацией? Вот был фотограф от Униана, например, Виктор Федорович встретился с рыбаком. Какое? Это простая пресс-информация, но вот встретились и зафиксировались. Там сообщение, сообщение может быть как и текстовое, так и, в общем-то, фотографическое, как новость. Вот сообщение о текущем событии. Виктор Федорович встретился, передал букет цветов. Тут, к сожалению, нет, есть проблемы в авторской, скажем, в правоприменительной практике. Это связано с тем, что отсутствует судебная практика. К сожалению, мало кто судится и защищает свои авторские права. Но даже если и кто судится, эта практика не очень очевидна. Вы слышали наверняка о реестре судебных решений. Там не так много таких редких, не очень банальных нарушений авторского права. А вот каких-то таких вещей, когда сторона, например, защищалась и утверждала, что эта фотография лишь по сути является текущим событием и не является объектом авторского права. Например, было у меня в практике, когда нарушительное издательство газеты утверждало, что фотографии не являются вообще объектом авторского права. Ну, говорю еще раз. Все, однозначно ответа на данный вопрос нет. По крайней мере, все решения судов, и в том числе и то решение, где сторона опиралась на том, что это не объектом авторского права, ей было отказано. Нам сказали, что есть творчество, а если есть творчество, то это объект авторского права. И мы приходим к субъекту, кто является автором фотографии. Это первичным субъектом является, безусловно, творец. Я имею в виду фотографии, это фотограф, тот, который создал. Причем это не имеет значения. Он профессионал, аматор, ребенок это или иностранец. У нас охраняется неважно. Никаких ограничений нет. Если даже ребенок снял фотографию, то это будет объектом авторского права, и он будет субъектом авторского права. Единственное, что хотел обратить внимание, что тут в законе прямо сказано, что физическое лицо, которое создало свои творческие трудовые произведения, творческие трудовые. Что это подразумевает? Это, наверное, надо было взять фотоаппарат, настроить его, нажать на стол и сделать с ним. Правильно? То есть сделать творческим. И тут возникает определенный вопрос. А вот является ли это объектом авторского права? Это Google Maps. Вы все, наверное, знаете, да, это все о цифровом. То есть едет автомобиль, на крыше автомобиля стоит видеокамера, которая в автоматическом режиме снимает со всех 360-300 градусов. Крутится, вертится и снимает, и полностью механически, то есть в автоматическом режиме, скажем так, производит и делает съемку. Является ли это объектом авторского права? Тут спорный вопрос, потому что... А, конечно, сегодня нет. Ну, и как бы непосредственно творческого труда не возникает. Исключительно механический труд. Да. То есть, если он выбирает реальность, то есть, притормаживает, если едет, радует. Ты понимаешь, что... Ребят, давайте на таких нюансах не останавливаться. Сейчас можно развести... Честно, если вы посмотрите, там все сделано так, что там хоть подобраны фотографии, что вы как будто реально все... То есть, там как такового творчества, ну, так, на мой взгляд, нет. И можно оставить такие механические. Точно так же можно, вот, посмотрите, как для примера, если кто... Например, нет сайта, да? Есть понятие, как вот в автоматическом режиме работает камера ГАИ, да? Вот это творчество идет, фотографирует автомобили. Может ли потом ГАИ предъявить, что вы опубликовали в газете на сайте, незаконно фотографию, взятую, например, на сайте ГАИ, да? Но это в автоматическом режиме. А в общем-то нет, вы можете сказать, что тут и музыкового творчества нет. Это в автоматическом режиме. Вот так вот. Далее. Почему я так, может быть, спешу? Может быть, некоторые вопросы необходимо было более детально рассмотреть? Дело в том, что я попытаюсь просто максимально предоставить материал в сжатый свод. Еще раз говорю, он просто не обкатан, как говорится. Я не могу определить, на с какой скоростью, на что более, ну, скажем, акценты расставить. Я попытаюсь, по крайней мере, всю максимально рассказать информацию, прочитать лекцию. А далее вопросы, которые возникнут, записывайте, потом зададите. Всегда возникает у фотографов вопрос, а когда же возникает авторская плана? Потому что у некоторых есть очень глубокое заблуждение, что оно возникает не сразу, не с момента создания фотографии. Ну, скажу вам прямо, закон связывает это с форумом. Если вы сделали снимок, то это уже объект авторского права. Вы сделали электронный снимок, да, скажем так, файл создали, это тоже объект авторского права. Причем не имеет значения, вы его опубликовали или не опубликовали. Закон об авторском праве охраняет опубликованный или не опубликованный. Там есть право и последствия по поводу не опубликованного. Ну, вы могли снять кадры, да, значит, их нигде не разместить. То есть, личному, никто больше, кроме вас, их не знает. То есть, считается, не будет. Но это такие нюансы, которые, как бы, не столь важны. Поэтому возникает с момента, сделали, сфотографировали, неважно, опубликовали или нет, но уже создали. Являетесь, скажем, автором данного произведения. И в связи с этим возникает следующее. Некоторые утверждают, что авторское право возникает с момента ее регистрации. И вот, самое большое заблуждение, на которое я уже много лет встречаю, что я же не зарегистрировал свои авторские права. Охраняется ли право на фотографию? Ну, абсолютно могу сказать, что авторское право возникает с момента создания. И регистрация, какие-либо другие формальности по совершению, как бы, уведомления о том, что охраняется этот объект, не нужно делать абсолютно. Регистрация в Украине предусмотрена. Она формальная, она по желанию, не является обязательной. В России, например, вообще не предусмотрена регистрация авторского права. У нас же это существует, платная услуга, якобы, на подтверждение, что вы являетесь автором и создали в такой-то, в такой-то период это произведение. Потому что для регистрации вы должны заполнить заявочку, указать, чтобы автор какого-то вид произведения, когда оно было создано, не было ли оно с использованием еще какого-то, нет ли у вас авторов, кто-то еще что-то принимал участие и так далее. И в конечном итоге вам выдают вот такое красивое, уже справа, более современного вида свидетельства, на котором сказано, что там Иван Иванович автор, например, сборника, в фотографии Киева и всего-навсего. Такое свидетельство красивое. Оно на платной основе, для физических лиц оно намного дешевле, чем для юридических, для юридических, оно дороже. Но возникает вопрос, как бы, а вообще нужно ли эта регистрация, что она дает? Потому что часто, между ними, заблуждение, у меня нет авторского права, я не получаю это свидетельство, авторское свидетельство и все, я не автор. На самом деле, как бы, юридически оно не имеет никакой силы. Почему? Потому что орган регистрации, а это Государственная служба интеллектуальной собственности, она не проверяет поданную заявку на действительность. Действительно ли вы автор? Она вам доверяет и под вашу ответственность. Поэтому вы вполне можете присвоить чужое произведение и получить на это свидетельство. И иногда вы даже можете увидеть, что подают и из вы идете регистрируете авторское право. Называете это сборником фотографий на какую-то тему. Или там сборником, да, несколько заявок. На диск закатали. И вы обязаны, если на регистрации авторского права, вы подаете объект, то есть цифровую форму и так далее. То есть, по сути, депонирует. То есть этот орган депонирует. Ну, представьте себе, что вы, например, зарегистрировали в 2010 году, да. Прошло время, а потом каким-то образом как будто давали тиск посмотреть, что купить, не купят какое-то издательское фотографии. А потом увидели, что вышла подборка этих фотографий. Ну, кто-то цифровые фотографии. В 2012 году, да. Вы говорите, как же так? Что ж такое? Нарушение моих авторских прав. На каком основании вы воспроизвели для моего согласия? Они говорят, а вы докажите, что вы автор. Ну, так вот же, вот, ну и что? А где это написано? Говорит, подождите. Вот вам авторское свидетельство. И вот я вам могу доказать, что еще в 2010 году, а вы только сейчас издали. То есть тут может быть вот такого плана юридически, что можно просто дату приоритета. Некоторые вам могут посоветовать и сказать противное бы. Вы слышали, наверное, о таком способе, как запечатывать фотографии, конвертия, сами себе отправлять, не распечатывая его. Это, между прочим, традиция очень старая. А не только это, я ее встречал, по крайней мере, в книге еще в 30-х годах, где прошло время. Использование таким образом, как бы. Но, еще раз говорю, оно однозначно, 100%, как бы, тоже. Ну, судья вскрывает. Когда возникает вопрос, что да, то автор, то, как бы, этот компьютер не вскрывает, дают судья, судья вскрывает, он смотрит, о, оно еще отправлен на шнепик, стоит отправление, там еще, не знаю, в 2010 год, да, сейчас возник вопрос, то, как бы, подтверждение, что да, действительно. Ну, суды такое, я видел несколько решений, у меня такой практики и не было, применяют. То есть, еще раз, я просто хочу вас убедить, что в ни в коем случае не думайте, что авторское право возникает только с момента регистрации, но с момента создания и каких-то особых действий, как бы, по регистрации, ну, особо не надо, но далее мы посмотрим, что нам все-таки нужно сделать. Существует такая презумпция авторства. Это означает о том, что если на произведении написано имя или псевдоним, который можно идентифицировать под автором, да, идентифицировать, то существует такой принцип презумпция. Это означает, что считается, что имя, традиционно, это действительно автор, если не доказано иное. То есть, если вы сделали фотографию, написали свое имя, то считается автоматически, что вы автор. Если иное, не будет оспорено, если кто-то не докажет, что вы не автор. То есть, это полезная вещь, поэтому подвожу это к тому, что желательно, что если идет публикация произведения, то, по крайней мере, в первой публикации, что это было ваше имя. Если идет псевдоним, то что можно было доказать, что под псевдонимом нужно понимать вас. То есть, в идеале, это когда договор есть какой-то, например, издательство, а вы хотите под псевдонимом опубликовать свою фотографию, то в договоре там написано ваше реальное имя, а дальше в скобочках написано псевдоним какой-то, и вы требуете, чтобы, например, под вашим псевдонимом публиковались фотографии. Чтобы можно было потом в суде доказать, что действительно под псевдонимом это вы, а не другой человек. Но могут быть и фотографии, так называемые, анонимные, где не будет указано, кто автор. И тут возникает много вопросов о защите авторского права. Существует... То есть, мы и сказали, что можно просто имя наносить, не обязательно какой-то знак. Но авторское право разработало, значит, юристы в области авторского права разработали такой знак охраны авторского права. Он состоит из латинского «ц» в кружочке, и далее идет имя, потом запитая, и вот первая публикация. Обращаю ваше внимание, что есть еще и внизу пример, как это охраняется, этот знак. Сначала пишется имя или владелец фотографии, потом копирайт, знак копирайта, и далее год. Это американский стандарт. Это по-американскому закону. Для нас это нет никакого отношения. У нас и в Европе целое. Именно сначала копирайт ставится, потом имя владельца или владельца, имя автора или владельца. Фотографию можно продать авторского права. И далее год первой публикации. Язык имеет значение? Не имеет абсолютно значения. Не имеет. Лучше английский. Как вам будет удобно? Есть еще страшное, страшнейшее просто, пришло из Америки, заблуждение о том, что надо писать какие-то волшебные фразы, типа «power is a song». И все пишут, на всех сайтах, вы видите, да, везде, где надо, где не надо, и даже на продукцию могут быть лучше. Заверяю вас, эта фраза не имеет никакого отношения к Европе вообще, к Украине в частности, не имеет никакой юридической силы. И с 2000 года она вообще утратила во всем мире особую надобность. Дело в том, что в 1910 году была подписана Бенес-Айрская конвенция между Соединенными Штатами Америки и этими американскими республиками, в которой было сказано, что для охраны авторского права должно быть что-то написано, что символизировало, что автор изъявил желание, чтобы его произведение охранялось авторским правом. Обращаю лишь внимание, никакой там фразы в этой же конвенции не было. Просто какая-то должна быть фраза. Чтобы, к чему я это подвожу? Потому что, например, автор в Соединенных Штатах написал, например, какое-то произведение, и чтобы оно автоматически получило правовую охрану во всех странах, которые присоединились к этой конвенции, в Мексике, в Бразилии и так далее, должно было быть засвидетельствовано, что автор изъявил желание, чтобы его объект авторского права охранялся. Если такой фразы не будет, то значит автор отказался. От авторского права. А значит, что это произведение переходит в общественное достояние, и любой, кто хочет, тот может использовать его. Потеряло это значение, почему эта фраза? Потому что, даже для американцев, дело в том, что все эти страны, которые присоединились к этой Буанас-Айрской конвенции, они присоединились так же, как я в самом начале сказал, Буанас-Айрской конвенции об охране литературно-художественных произведений. Именно так называемый Буанас-Айрский союз, а к этой конвенции присоединилась более 100 и 100 стран, говорит о том, что все страны, участники этой конвенции, согласились, что авторское право возникает с момента создания произведения. Никаких формальностей по поводу нанесения, копирайта, ненанесения не нужно делать. Никакой обязательной регистрации не нужно делать. И автоматически правовая охрана на созданное произведение распространяется на все более 180 стран. То есть мы можем благодаря этой международной конвенции, которой присоединилось множество стран, говорит о том, что создав произведение в Украине, оно охраняется в России. Не надо не регистрировать, не надо не совершать какие-либо действия. И в Польше она охраняется в Великобритании. В отличие от других объектов интеллектуальной собственности. Ну какие-то. Например, торговая марка. Торговая марка, знак для товаров и услуг торговой марки, это на самом деле одно и то же. Так вот, она охраняется только в той стране, где зарегистрирована. Исключительно. И, на самом деле, вы можете увидеть тот, лучший пример на модели автомобилей. Одни и те же модели автомобилей в разных странах называются по-разному. Кто знает автомобилисты? Это не потому, что прихоть, а потому, что уже это название в этой стране зарегистрировано. И они не могут по этому же классу, по классу автомобилей, например, регистрировать это значение. Поэтому изобретение. Изобретение охраняется только в тех странах, где оно зарегистрировано. Полезная модель, промо-образец и другие объекты именно в той стране, где они зарегистрированы. Поэтому авторское правоотвеча, оно выгодно отличается. Ваша оценка стоила бы нашей стране присоединиться к этой традиции? Буэнос-Амска? Она утратила вообще силу. Мы присоединились к Бёрнской, США присоединилась, с 89-й Бёрнской. И Никарагу, член вот этого союза Буэнос-Амска, в 2000 году Никарагу присоединились. Поэтому, по сути, Буэнос-Амска-Конвенция потеряла свое значение. Потому что все участники этой конвенции присоединились к Бёрнской конвенции. Она распространяется на весь мир. То есть наоборот. Никакой фразы, это наоборот хорошо, что все присоединились. По сути, это значение не надо. То есть как бы тут только позитив точно. Так. Ну, это как раз это кое-что. Еще раз говорю. Потому что это делалось... Ну, все понятно. Все понятно. Да? С именами, псевдонимами и это. Вот смотрите, берем простую фотографию. Я взял желтую форму из метро и Оли Писка. Одну букву еще тогда не повесили, а понравилась сам фотография. Это какая? Ононимная фотография, да? Получилось. Я ее опубликовал в Фейсбуке. Я не указал, что я не автор этой фотографии. И дальше эта фотография начинает буждать в интернете. Ее перепечатают. Тут она уже фото сегодня. Там она еще где-то. И так далее, и так далее. То есть я ее, по сути, безличие привел к тому, что как бы мне что? Мне трудно, наверное, доказать, авторство. Ну согласитесь, да? То есть как бы презумпция. Там вот мы только что рассматриваем. Презумпция. Если есть имя, то можно было смело сказать, что объект авторского права у меня нарушен. А тут, ну тут, ну тут, ну тут, кто не видел, внизу написано копирай, там как бы это еще понятно. Далее. Тут тоже написано, если не копирай, то, например, написано какой-то псевдоним, допустим, псевдоним. Его как бы нанесли, тоже можно, если могу доказать, что это мой псевдоним, допустим, такой сложный, какой-то, неважно какой. В законе сказано любой позначит, любой знак. То есть это может и имейл быть, это может быть и название вашего сайта, вы называете псевдонимом. Так извините, это можно просто забить и опубликовать. Так, подождите, давайте мы посмотрим, что обрезано. В общем, в Украине, я так понял, с авторством помню. Еще раз. Приоритет первенства публикации в интернете. Вы первые публиковали фотографию с ошибками на Олимпийске. Следовательно, вы можете доказать свое авторское право на фотографии? Мы еще рассмотрим, что как можно доказывать. Но я просто хочу вас подвести, что желательно, я хочу вам подвести, почему? Что желательно помещать, делать пометки на своих произведениях. Особенно если вы понимаете, что их, скорее всего, украдут. Если тут, смотрите, было помещено с названием, а там взяли, мы фотографию обрезали. Смотрите, что я могу уже доказать. Я могу предоставить оригинал, сказать, смотрите, какой он большой, а у вас такой маленький. Пускай не хватает фотографий. То есть формально мы можем уже говорить о том, что нужно что-то доказать. Доказать, что воспроизвели именно у меня, а не у кого-то другого. Что это твой неоргинал. Далее мы смотрим. Значит, человек снял видеоролик, на котором сделал пометки. Тут просто очень мелко видно, но он написал, смотрите, копирайт он написал, как свое имя на латинице, свой имейл написал. Вот, видеоролик сделал. Фотографический. Это тамплесс, это по сути технология из тысячи фотографий, и вы сорвали. Точно такой же взяли, то есть взяли ряд фрагментов этого ролика и использовала там другая компания. Для этого она всего-навсего обрезала. Но легко и просто теперь доказать, что вот смотрите, сопоставив, даже не прибегая к экспертизе, а к довольному, то есть это тут не требуется особо специальных знаний, можно доказать до кадра, что воспроизведено другое произведение. В данной ситуации это интересное было дело, которое вела, оно выиграно. Точно так же автор Олег Фингер создал видеоролик, посвященный Киеву, в Таймплесс, технологии Таймплесс, это тысяча фотографий. Таймлапс. 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 И он разместил его на Ютубе. Было незаконно скачано и что сделано? Затерто. Вот это копирайт тут было написано Олег Фингер и затерто. Тоже можно доказать, но тут очевидно, что что-то уже не то, что это уже не оригинал, да? Это уже какое-то произведение, что можно доказать формально, что незаконно его взяли. Тут многое другое. Псевдоним. Возник вопрос. Вот автор этой фотографии. Незаконно эта фотография была воспроизведена, его копирайт был закрыт, фото-конкурс. И возник вопрос, как доказать? Потому что Дмитрий Джеребцов там написано. По паспорту совсем другая фамилия. Хотя он автор. Тут некоторые, если я говорю, что с псевдонимом, есть некоторые вопросы. То есть надо какие-то искать, чтобы вы понимали, что если вы придумаете псевдоним, то вы должны придумать, как вы можете доказать, что за псевдонимом стоите вы. Ну, доказали. Там несложно делать. Но вы просто обращались. Далее. Ну, это известная фотография. Видите, как Влад придумал маркировать их, что их украсить тяжело, если вы найдёшь, то уже однозначно видно, что копирайт идёт прямо по фотографии. То есть уже обрезать тут нечего. Если обрежешь, то и потеряется смысл этой фотографии. Также фотографии, естественно, могут быть просто подписаны. Идёт. Доничь фотографии. И подписаны. Как обычно. Журнал, газета. И на сайте. Что фотография там Виталия Дониченко. Это уже может служить доказательством. Что если эта фотография появилась через несколько дней, через день, или даже через часы, уже на каком-то другом сайте, то без упоминания, что эта фотография принадлежит Дониченко, можно сказать, что незаконно воспроизвели и Дониченко может говорить о том, что смотрите, я автор. И это, между прочим, было судебное дело выигранное. Ну вот судились выигранное. А что в результате этому Дониченко? Это тот бодаться нужно со всем интернетом. Просто... В данной ситуации... Давайте до конца... Я просил сам подождать до конца лекции. Вова, ну юбки положи. Это он дал согласие. Он по лицензии дал согласие на разовое там размещение в интернете. Он не передавал, не продавал свои авторские права. Он дал полиценную. Мы еще рассмотрим, что за виды договора. И переходим к тому, что дают... Что дают... Какие у вас права возникают? Они делятся на два вида. На имущественные и неимущественные. Главное, что дают право? Мы же говорили, право на воспроизведение. Право на запрет другим воспроизводить твое произведение без твоего согласия. То есть можно это согласие продать, можно бесплатно кому-то разрешить. И в том числе право на запрещение воспроизведения в любых других формах. Не только один в один фотографии, но если бы она делается незаконная переработка. Она сейчас судит больше, чем речь идёт. Так, стоп. И существует еще ряд личных неимуществ. Право требовать, чтобы обязательно была помечена в вашей фотографии, что это вы автор или ваш псевдоним. Или наоборот требовать, чтобы была эта фотография анонимная. неимущественное право у вас есть требовать, чтобы никто не перерабатывал без перерабатывал из вашего согласия фотографию. Если это будет нарушено, то также предусмотрена ответственность. Тут мы переходим еще к сюжетному произведению. Это сюжетное произведение имеется в виду, что если вы автор, вы создали по личной инициативе фотографию. Но есть же штатные фотографы, которые работают по заданию. И тут юридически всегда возникает вопрос, кому принадлежат авторские права на фотографию. Созданное, как бы, сюжетное произведение. Я говорил, что существует закон об авторском праве и смежных правах и гражданский кодекс. Закон примет в 93-м году, а кодекс в 2003-м. И до сего до сего момента существует коллизия. Что это такое? Это когда один закон говорит одно, а другой закон на те же правоотношения говорит иное. В данной ситуации закон об авторском праве 93-м говорит, если произведение выполнено по заказу в рамках служебных обязанностей, то есть есть фотограф штатный, вот в рамках служебных обязанностей было задание пойти и пофотографировать там порваны. Он пофотографировал, принес фотографию. То принадлежат имущественные права на фотографию кого? Работодателю. То есть работодатель имеет право запрещать третьим лицам. Все, автор решается право запрещать, разрешать использовать третьим лицам свои фотографии. То в 2003-м году был принят гражданский кодекс, который также регулирует отношения между работодателем и автором. И там сказано следующее. Вы так обратите внимание, что авторские права имущественные, то есть право на запрещение, право на разрешение, принадлежит поровну работодателю и автору, если иное не сказано в договоре. Поэтому обращаю ваше внимание, когда вы в штатном порядке работаете, то с вами должен желательно для работодателя быть заключен определенный договор, который бы чуть не фиксировал, что в общем-то за работодателем остаются авторские права. В противном случае возникает неопределенность, то есть как бы принадлежат авторские права и вам, и ему. И когда там, например, выувольняют, то можно поднять вопрос, на каком основании дальше используются мои фотографии, ведь они используются, как бы авторские имущественные права принадлежат поровну, я ничего другого не подписывал, нигде это не было договорено, что авторские права переходят полностью на фотографии. Есть определенные нюансы. Ну сейчас практически все даже и на телеканалах все вносят или в договор пункт о передаче майновых автоматически, то есть это нужно просто внимательно читать договор, или отдельный договор о передаче майновых прав. да не все, не все знают, а еще есть маленький монет. Вот вы и правильно говорите. Заключают договор, да? Заключают договор, и что там написано, что все имущественные права, созданные автором произведения, принадлежат работодателю, да? А тут есть маленький нюанс. Гражданский кодекс четко говорит о том, что является недействительным правоотношение, если вы наперед передаете права на объекты, которые вы еще не создали. И тогда этот пункт можно поставить под сомнение. В идеале, в идеале, если работодатель каждый месяц, например, заключает с вами акт, в котором говорится, что вы за этот месяц создали какие-то произведения, передали, сделали там 30 сюжетов, тогда вопросов никаких не будет. Как бы там написать, что по заключению акта все имущества права перешли, формально перешли и проводили. А если просто прописать такую фразу, хоть можно ее поставить под сомнение, потому что нельзя наперед, вы даже как автор, например, соглашаетесь с фотосессией, вы не можете наперед, не создав еще фотосессию, передать все исключительные имущественные права. То есть для заказчика желательно, чтобы это было четко договорено в акте. То есть с момента подписания акта, с момента уже создания этих произведений, передачи вам обоснованного, переходы все имущественные права. Вот именно возникает коллизия, которая как бы чревата судебным спором. Срок действия авторского права. это одно из, как я говорил, права собственности. Создали вы какой-то объект, не объект авторского права, он вам вечный. Ювелирное украшение вы сделали, передаете наследство и так далее, и так далее, пока оно не исчезнет, не поломается, не, как говорится, свои функциональные значения потеряет, и так далее, то авторское право срочное, и, наверное, вы слышали, сколько авторское право охраняется в сроке действия? 70 лет после смерти, да? После смерти. Ну, хочу сказать, что, а после смерти что? Смерть, 70 лет, а после этого завершения срока оно переходит в общественное достояние, каждый может ее использовать, то есть, имущественные права не действуют. То есть, можно свободно после этого использовать, производить произведение без разрешения автора, наследников, и без выбора авторского вознагрузения. Однако, авторское право на фотографию возникло на территории Российской Федерации, ой, Российской Империи, прошу прощения, Российской Империи, значит, только в 1911 году. До этого авторского права на фотографию как объект вообще не существовало. А мы можем сказать спасибо Александру Пушкину, что именно благодаря ему вообще на территории Российской Империи начало охраняться авторское право. До этого, как бы, говорю, что в Великобритании в 1709 году официально на уровне законов охраняется авторское право. По всей Европе начинают принимать законы, которые бы охраняли авторское право в той или мере. А в России в начале 19 века оно вообще не было урегулировано вопросом. И был случай, когда Пушкин, скажем, взяли, немец взял произведение и перевел на немецкий и опубликовал. Пушкин возбудился, на каком же основании, как же так? Без моего согласия взяли и опубликовали мое произведение. Он начал жаловаться и так далее. А автор перевода о том, а нет в Российской империи закона, который бы не запрещал воскреснуть. И тогда во время еще принятия цензурного кодекса, устава 1828 году закладывается благодаря жалобам Пушкина закладывается норма об охране авторского права. Между прочим и жена Пушкина уже после его смерти тоже имеет отношение к авторскому праву. Именно по ее просьбе она обращалась к императору. Было продлено авторское право тогда советская власть все отменила отменила все сроки. Там были вообще один момент 6 месяцев авторское право охранилось там и так далее. Но по фотографии она установила в 1925 году на территории Украины Украинской СССР 3 года с момента опубликования снимка и 5 лет с момента опубликования в сборниках. Причем опять же было абсолютно такое же требование что фотография должна была сопровождаться когда она была опубликована кем и где. В 1929 году увеличили срок охраны авторского права до 5 лет. И это длилось до 1963 включительно в 1963 году в 1963 году просто принимается гражданский кодекс уже Украины УССР до этого не было это хрущевская кодификация так называемая принимается гражданский кодекс и через некоторое время а уже в 1973 году Украина присоединяется к международной конвенции об охране авторского права 52 года и Украина берет обязательство что авторское право на фотографии охраняется значит не меньше там определенного срока и не меньше 25 лет после смерти более того никаких вот таких формальных что именно голод должен быть указан или еще что-то не должно и вот выступает то есть 25 вы поняли 25 лет после смерти охранялось авторское право скажем 73 года 90 так 90 тут ошибка в 94 году в 93 году принимает в 94 году вступает закон об авторском праве где гласит о том что авторское право охраняется всю жизнь и 50 лет после смерти а в 2001 году Украина пересоединяется к Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений где я взяла на себе обязательства и увеличила срок охраны авторского права до 70 лет после смерти до что воспроизводим старые какие-то фотографии надо смотреть когда они были сделаны когда они были опубликованы и смотреть тот период когда действовало то законодательство на тот период большинство фотографий как бы советского периода можно говорить что конкретно рассматривая их если они были опубликованы приблизительно до 68 года то они находятся в общем-то в общем доступе то есть они общественное достояние но в данной ситуации вот фотография 1888 года открытие памятнику богданных немецкого и фотография начало 52-53 можно говорить о том что эти фотографии в общественном достоянии что их могут свободно использовать и перепечатать без всякого согласия способы использования объектов авторского права но в первую очередь речь идет об опубликовании и воспроизведении любым другим способом переработка для фотографов имеет значение переработка вы знаете что нужно обработать фотографии разными способами искажать изменять придавать им другую форму перескочу сейчас я вам просто хочу показать вот переработка яркий пример да фотография а это художественная ее обработка да но на самом деле это самостоятельное произведение нет так известный ну известный нью-йоркский художник Фейри создал ряд вот это плакатов и он был известен и очень популярен это когда Обама избирался на президентский пост однако фотография принадлежит передав который передал продал имущественные права на нем были споры на том что на каком основании как бы Фейри использовал фотографию и переработал то есть понятно что в общем-то это не самостоятельное произведение он мог это сделать но только при одном слове ну скажем для себя для внутреннего он мог себе это сделать однако чтобы возможно было публично выставлять эту фотографию ну изображение скажем так рисунок он что должен получить разрешение на переработку дальнейшего использования как вы считаете перевод ну в данной ситуации литературным произведением перевод является объектом авторского права перевод какого-то произведения да конечно а вы можете взять спокойно перевести например там Акунина для своего удовольствия можно а если вы решили и опубликовать разрешение у автора потому что авторское право принадлежит на перевод нет вопроса но для дальнейшего его использования на перевод то есть это производное считается произведением для него необходимо получить разрешение у автора в противном случае любое публичное коммерческое и так далее использование чревато тем что автор его наследит ему выпадать в суд за незаконное использование за незаконную переработку произведения так я попытаюсь вернуться ну вот производное произведение то есть смысл его производное что оно какая-то переработка бывают Такие вещи, когда перерабатывается настолько сильно, что как бы уже доказать, что оно взято у одного производителя, нет. Это конкретные случаи надо смотреть. В таких случаях иногда надо прибегать их к судебной экспертизе. Потому что однозначно нельзя сказать. И уже, скажем так, или специалист, или судебный эксперт будут давать оценку, насколько сделана переработка произведения. Насколько оно существенное, что оно уже, по сути, создало новое произведение. Только из-за основы было положено другое произведение. Да, сейчас справа Рождественское интересно, но я еще пару моментов хотел вернуться. Вернуться, вернуться. Использование произведения. Использование произведения, как мы говорили уже, только с согласия автора или лица, которому принадлежит имущественные права. Мы чуть дальше скажем, что можно продать или передать в определенную по лицензии на определенное время. Имущественное право на воспроизведение, на продажу и так далее. Поэтому без разрешения автора произведения не могут быть использованы. Если у него нет, соответственно, любое использование произведения является незаконным. Тут просто я, к примеру, хочу вам сказать, как могут использоваться фотографии. Мы сделали фотографию, а кто-то выпустил, ну вот фотографии крыла, достопримечательности крыла, а кто-то выпустил магнитики с изображения вашей фотографии. Нарошил права, взял, да еще и комических целей, да использует, продает. Вам обидно? Обидно. Что вы можете? Пожаловаться, запретить и даже требовать компенсацию или убытки и так далее. Тут как раз яркий пример, что очень в Крыму там были многие случаи, когда выпускают очень большое количество всяких магнитиков. Поэтому одна из компаний, которая производит эти магнитики, прямо на своем сайте, что примечательно написала, что во избежание нарушений права третьих лиц, интеллектуальной собственности, эта компания подтверждает, что она приобрела право, получила разрешение, грубо говоря, получила разрешение на то, что она имеет полное право воспроизводить и ее продукция не будет являться контрафактной. Что такое контрафактная продукция? Это та продукция, которая выпущена с нарушением авторского права, без разрешения владельца авторского права, кто купил. Причем хочу сказать, что контрафактная продукция появилась буквально сразу, когда появилась авторское право. Причем лидерам, например, в 19 веке по контрафактной продукции по литературным произведениям, по книгам, была дерьга, например. Ну, если вы слышали, то она до сегодняшнего момента является лидером по контрафактной продукции на швейцарские часы. Качественные швейцарские копии часов делают не в Китае, а в Бельгии. Поэтому авторское право нарушалось, и оно было настолько выгодно, что это. Точно так же опять, воспроизведение фотографий только согласия правообладателя. В данной ситуации справа фотография принадлежит фотоагентству. Была выкуплена фотография. И вот включаем телевизор, смотрим новости, и тут появляется фотография на мониторе, как иллюстрация. Использование не имеет значения, коммерческое или некоммерческое. Сам факт воспроизведения. То есть фотография была где-то скачана с интернета, да? Потом она закачана на компьютер уже телестудии. И далее что произошло? Как это называть? Было показано мониторе. То есть это даже было распространено через что? Через эфирное молния, да? И через кабельный эфир, точно через кабельные молния также. То есть использование в любой форме. Так часто используют фотографии, что Google разработал потрясающую вещь еще несколько лет назад. Скажем, ученые говорили, что такого не может быть. Но теперь можно спокойно отследить, где была использована ваша фотография в интернете. Кто не знает, Google позволяет это, достаточно загрузить или вытащить фотографию. Сразу можно выбрать. Вот автор. Кирилл, а вот сразу можно определить, кто у вас произвел. Причем тут даже очень хорошо видно разрешение этой фотографии. 100 на 300, да? А оригинал, когда мы говорим, как доказать мое авторское право, даже если там не было копирайта, да? Например, желательно в интернет выкладывать не очень большого формата фотографии, чтобы можно было доказать, что, вот смотрите, у меня оригинал-то большого формата, у вас маленький. Откуда у вас это? Значит, вы где-то взяли. Значит, вы без моего разрешения воспользовались, ну, объектом, да? Если у меня большой формат, могу утверждать, что моя фотография. Можете. А куда это загрузить можно? Да. Есть вот просто ради интереса. Что, что? Ну, вот, чтоб великий Google ответил. Не, ну, это по этому самому. Вы говорите, что можно фотографию в Google загрузить куда-то. Картинки, раздел картинки. Заходите, не поиск, а раздел картинки. А, все. И ищите там. И вполне можете, более того, там позволяет даже перетянуть. Вы с другого сайта перетягиваете фотографию в раздел картинки. И оно сразу выберет. Уже дошло до того, что идентифицирует. Посмотрите, я вам столько умный. Что называют даже картинку. Что там изображено. Я такого вот это уже недавно начал. Вечерники. Вечерники. Давно? Очень легко второго искать благодаря этой функции. Ну, я говорю, что законы уже даже с названием. Уже даже какие-то даже... Если вы не ищите фотографии, то даже видеофайлы с каким-то очень похожи. Но технология потрясающая. Закон говорит о том, что в некоторых случаях вы можете без разрешения автора воспользоваться его произведением. Какие это могут быть случаи? Кто знает? Часто всего цитата, да? Для новчане, может быть. Для новчане, для цитата, да? Ну, слушай, да? То есть это небольшой объем произведения использовать для иллюстрации с обязательным указанием. Чего? И источника. И источника. Обращаю ваше внимание, но урывок – это небольшая часть произведения. Можно ли воспользоваться вот этим определением, значит, цитаты и взять фотографию и сказать, и опубликовать у себя газету и сказать, ой, так это же я цитату взял? Можно? Да нет, конечно. А фотография, полноценное произведение, это никакая ее даже не часть. Мы взяли всю, как бы, и под цитату, но не попадают вот так. Поэтому возникают некоторые вопросы. Но далее интересное дело судебной практики. Мы просто обращаем, что думали, что… Вот таленто. Сейчас я вам расскажу, все будет интересно. Это, между прочим, уникальное дело, которое несколько лет шло. Но Екатерина Рождественская, все знают, дочка Рождественского, она занимается таким творчеством, как создает портреты с современными людьми, да, инсценируя какие-то картины, фотокартины, известные картины. Живописи. Что-что? Она подражает известным произведениям живописи. Подражает, да. Вообще возникает вопрос. Дублирует фотографии. Девятые ее произведениями оригинальными, да, можно было бы поставить вопрос. Однако проходила выставка в 2007 году. Были приглашены фотографы для освещения этой выставки. Вот фотограф приходит. Но уже свою фотопортрет, ее работу. Да, вспомнил. Он для репортажа фотографирует. Ну, все, может, уже слышали это известно. Но потом претензии. Значит, а потом подается в суд на фотоагентство, говорит, о незаконности использования фотографии. Вы взяли, сфотографировали, будучи на выставке, и не имели права это сделать. Ну, в общем-то, давайте так, вернемся еще. Взяли, вы сфотографировали фотографию, да? Нарушили авторское право? Вы же без согласия автором? Не к этой ситуации вообще? Пока нет. А вы? Почему? Нарушили. Нарушили. Взяли, воспроизвели. А еще потом взяли, потом опубликовали в интернете. А вот это нарушили. Да, смотрите. Вы воспроизвели и как бы распространили. Нарушители – нарушители. Прежде еще раз говорю. Вы воспроизвели современные объекты авторского права. То, что попадает в правоохрану. Но есть интересная норма в законе, которая гласит о том, что можно без согласия автора, но с обязательным указанием имени и места, источника, где это было взято, в цель. Вот я вам читаю языком оригиналу. Витворение с метою висвитивания поточных подей засобами фотографии або кинематографии, публичных сповещений або інших публичных уведомлений творёв, побаченных або почутих під час перебігу таких подей, в обсязе виправданной информационной методой. О чём я читаю? Что вы имеете право, как фотограф, воспроизводить какие-то объекты, если у вас есть цель, осветить какое-то текущее событие. То есть вы были на выставке, и вы освещали выставку, открытие этой выставки. Вы начали фотографировать выставку для освещения этого текущего события. Тогда ваш фотообъектив, естественно, попало в какое-то чужое произведение. И вы это произведение воспроизвели, и дальше с целью информационной вы начали дальше распространять. В законе нигде не сказано, что дальше её нельзя продавать. Главное, вы на законных основаниях не воспроизвели. Для цели информационной, для освещения сожития. И тут на сайте было абсолютно указано, вот тут в этой информации, и тут было указано, что с какой целью, ну что это было. Это событие выставка было и так далее и так далее. Теоретически эту фотографию вполне можно продавать. Потому что она была воспроизведена с целью, и она продаётся не просто для хульвочков и ещё для чего-то, для новостной фотоагенции. Но это новостное фотоагенство. Поэтому, в данной ситуации, это такое одно из первых видео, которое связано с возможностью, когда фотограф воспроизвёл, другой автор подал его в суд, и он защитился путём убеждения суда, что он на законных основаниях для освещения текущих событий. Однако я специально это дело подчеркнул, потому что здесь и другое дело с обратной абсолютно по-другому. Но были совсем противоположные выводы, сделаны по охране авторского права. Есть тут проблемы с объектами архитектуры и скульптуры. Дело в том, что ещё раз говорю, современное здание, не старинное, то есть не то, что перешло в общественное достояние. Архитектура – это тоже объект авторского права. А скульптура публичная стоит. Далеко ходить не надо. Наша в независимости, да, скульптура, женщина? Вы приходите, фотографируете. Что вы делаете? Вы воспроизводите? Вы частично воспроизводите произведение. Ну, не отливаете её в мирные, да? Но вы воспроизводите, частично воспроизводите. Цитаты это будут? Нет, это не цитата, как бы. Как бы не цитата. Как бы тут юридически возникает вопрос. А на каком основании вы сфотографировали мою скульптуру? Самое известное, наверное, дело – это… Подождите. Автор Щепхары Лыбетин. Бородай. Бородай, да? Бородай. Вот он постоянно судится. Вот его взяли, кто-то сфотографировал. А где и где заработал. Значит… Ну… И не без этого. Сфотографировал его скульптуру, да? А потом эта скульптура появляется в рекламе у Каргасбанка. А он что делает? Подает в суд и говорит, что вы без него согласия использовали в рекламных целях мое произведение, воспроизвели и использовали в другой форме. У меня была такая форма на скульптуру, а вы взяли и воспроизвели ее в другой. И подает в суд, что незаконно. Как тут дуть? Вопрос, да? Незаконно. Возникает вопрос. А как же вам быть фотографом, если все здания подлежат правовой охране? Что делать? Как бы… Ну… Современное, да? Вот я уж иду себе и решил сфотографировать парус, да? Бизнес-центр. Да? Понятно. А мне подходит охранник и говорит, не фотографируйте. Да? Бывает такое. Только так и бывает. Только так и бывает, да? Спасибо. Ну, вот… Говорит, а чего? А вы нарушаете авторское право. Даже охранник. Нет, ну так они не говорят. Не говорят так, нет? Нет. Не говорят, что нельзя. Нельзя, да? Частная собственность. Частная собственность. Ну, это возле Украины. В Нурмаху Украины говорят, частная собственность. А, нет. Тут еще построили океан Плаза. Вы представляете, да? На Лобийской. Большая там такая площадь. Ты приходишь с другим, ну, с профессиональным фотографом. Ну, подходишь, решил сфотографировать, подходишь. Это частная собственность. Этот участок земли. Пожалуйста, тут нельзя. Полшага назад. Там дальше люди отходили с камерами, журналисты, их и оттуда гнали. Чуть ли на остановку. Ну, это не относится прямо к авторскому праву, как вот эти вопросы. Собственность, несобственность. А возможность воспроизводить. Дело в том, что в советское время была статья, которая позволяла, что если вы фотографируете панораму города, в нее попадает здание. И это здание не является целенаправленным. Вот, например, вот на этой карточке, хоть она там начало века, да, было популярным. И сейчас популярным, да, сфотографировать какие-то современные здания. Ну, и старинная архитектура, понятно, да, не объект авторского права, да, уже утратил срок, авторский право закончился. А вот, например, современные фотографировать модно, на открытке, на календаре и так далее, и так далее, то теоретически может подать в суд. Так вот, в советское время было сказано, что если он не основной, как бы, объект, то можно было его воспроизводить. Но, как бы, он не использовался вот именно вот в таком случае, без разрешения автора можно было использовать. А есть, но у нас такой нормы нет. Приняли в 94-м, в 93-м году закон об авторском праве и упустили, почему-то забыли про статью советскую, не взяли ее, не перетянули. До сегодняшнего момента ее нет. Это называется вот такое право на воспроизведение, скажем, зданий, которые находятся в публичных местах, хоть он фотографий, называется так называемая свобода панорамы. Но такой свобода панорамы должна быть на юридическом уровне зафиксировано. У нас это нет. Поэтому это юридическое количество. Я не слышал таких вот, кроме Бородая, таких ярких примеров, когда защищались именно скульптуры. Казалось бы, государство купило, заказало, открыли и так далее. То есть тут есть некоторые вопросы. Причем Бородая, между прочим, я хочу вам обратить, что он подавал в суд, знаете, на кого, защищая свою выбить, да? Национальный банк Украины. Помните купон Акарбованси и там на выбить? Он и туда подавал. Я говорю, что на каком основании? Не, ну по сути, правильно. И чем закончилось? Ну, проиграл, естественно. Я думаю, договорились, вывезли в лес и договорились. Дом учителя, да? Да. Белое красивое здание. Да? С Кополом, да. Под Кополом. Архитектор Алешин. Умер в 1961 году. А ну давайте быстренько прикинем. 31-й. Действует ли авторское право? Тогда, когда он умер, 15 лет. Но мы помним, что в 1963 году оно было увеличено до 25 лет. Считайте, что с момента смерти 25 лет, а не 15. На момент смерти было 15, а потом продлилось. В 25 лет, да? То есть в 1961-м. То есть срок авторского права завершился? Да. Положен. Ну, в 1961-м добавьте 25. Вы увидели, пока... Да. Да. Так вот, как бы, ну, это мы сейчас уже такие умные, да, говорим? Дело в том, что наследница, по-моему, дочка, подала в суд относительно недавно на Национальный банк и требовал возмещения компенсации за нарушение ее авторского права на том основании, что на старой купюре 50-гривной купюре, да, было изображено это здание, воспроизведено, как бы, незаконно. Но суд отказал на том основании, что срок авторского права завершился. А если бы выгорело, извините, на что автор рассчитывал? Да, на что автор рассчитывал? Знаете, там, аппетит был очень большой, да? Поэтому и государство наше, да, так до сих пор бедное. Все авторские права. Давайте посмотрим, где договоры. Вы только что говорили, что можно передавать права, да? Можно передавать. Обращаю еще внимание, что вы часто встречаете людей, где-то авторский договор, где-то лицензионный договор, опять идет путаница. Почему это путаница? Потому что есть закон об авторском праве, где эти договора, он называет, как авторские договора, а есть, значит, гражданский кодекс, который говорит, там, договор о передаче исключительных имущественных прав, и там лицензионный договор, или доллар заказы и так далее. То есть по-друге немножко терминология, так как, вот я еще раз говорю, есть знак для товаров в услуг, а есть торговая марка, это одно и то же. Просто в одних законах оно по-разному написано, и до сих пор оно не урегулировано. Существует форма договора, да? Истинная и устная. Так вот, для объектов авторского права, объектов интеллектуальной собственности всех существует, в первую очередь должны быть письменные договора. И только в некоторых случаях, а именно по авторскому праву в периодических изданиях, взаимодействие автора и периодических изданий, допускается устная форма. А так вообще предусмотрена только письменная форма. И существует основные три договора. Ну, по сути, на самом деле два типа договора. Лицензионный договор. Вы все слышали, что это такое лицензионный договор. Но это, чтобы больше для вас было понятие, это договор о реме. Все слышали, да? Есть договор о реме. То есть это временное пользование на каких-то определенных условиях. Даже может определяться территория. Мы слышали, что авторское право распространяется на территории Украины и на более 180 стран. Можно определить, дать фотографию использовать только на территории Польши и США. А в других странах нельзя, да? Срок. Год, два, десять лет можно использовать, воспроизводить в каких-то формах. Формы какие-то, да? Можно переработку, не переработку. Использовать только так, как она есть. Автор может определить и так далее. Можно определить, что запрещена цветокорректор или разрешена. Можно ее делать черно-белой, можно ее цветной делать и так далее. Далее договор о передаче исключительных имущественных прав. Исключительные имущественные права, право на воспроизведение, право на использование, да? И договор о заказе, скажем так. Замовывание договор о заказе на создание. То есть его еще нет, но вы хотите заказать. Это подряд, грубо говоря. Просто договор подряд. Единственное, что обязательно, там должны быть предусмотрены условия, что дальше будет. Создали, да? Мы говорили, что можно создать материал и обязательно право на... Собственность на объект. И право имущественные авторские права. Право на воспроизведение, право на распространение и так далее. Поэтому тут есть такая нюанс. В стороны лицензионного договора, чтобы вас это не пугало, лицензиар и лицензиар. Самые распространенные договора именно лицензионные. Но делится один под виды. Есть единичная лицензия, исключительная и не исключительная. Тут я хотел бы обратить ваше внимание. Если вы заключаете договор, то есть вы выступаете лицензиаром, вы кому-то даете право на воспроизведение фотографий, да? Не передаете исключительное имущественное право, а на время хотите использовать, да? То есть вот такие исключительные лицензии. Это что? Это означает, что вы отдали, например, издательству на пять лет исключительное право на использование своих фотографий. Вы их сами не можете использовать. Вы не можете никому другому передавать на использование этих, вот как в том объеме, который вы передали, да? Например, широкими на все страны мира, используете эту фотографию любыми способами и так далее. Все. На пять лет вы никому не можете передавать. Есть не исключительная лицензия. Не исключительная лицензия, это позволяет вам передавать эти фотографии кому угодно. Вы этому дали на пять лет, этому на три, этому тогда. Нет обязательств. Обязательств, что вы не можете кому-то еще передать. Есть единичная лицензия. Это, по сути, та же исключительная, только еще дает вам право самому, еще для себя лично использовать эту фотографию, да? Единичные, как таковые, не используют. А вот обращайте внимание на исключительное или не исключительное, потому что это важно. Управление авторскими правами. Ну, на самом деле, вы можете защищать, вы можете, ну, это, скажем так, это немножко к авторскому праву не совсем относится. Это больше литературным произведением. Вы, наверное, слышали агентства с авторских и сумичных прав, да, у вас и другие агентства. Сейчас там конфликт идет, на самом деле, серьезный, потому что это очень выгодно. Представьте себе, что речь идет, например, не о фотографиях, а о художественных произведениях. Множество авторов, вы сами не можете, например, автор музыки, автор слов и так далее. Вы не можете найти, хотите использовать это музыкальное произведение, да, со словами. Вы не можете найти конкретно какого-то субъекта авторского права, да. Поэтому есть такая возможность, как юридическое лицо, которое, как бы, аккумулирует все права и дает разрешение на использование заплаты, дает разрешение на использование, а дальше вам выплачивает из этого общества какое-то вознаграждение за использование. Но сейчас, обращаю внимание, сейчас даже у вас, ну, то есть там конфликтная ситуация, если вы немножко интересуетесь этим, можете поинтересоваться. Там большие деньги, на самом деле эти органы коллективного управления на ровном месте зарабатывают деньги и, на самом деле, обманывают авторов и не упачивают авторские вознаграждения, или непропорциональные. Так, способы судебного защиты. Тут очень множество судебной защиты, на самом деле, предусмотрено законом. И, ну, во-первых, есть гражданская ответственность, да, есть административная и уголовная. Можете, если нарушили, без вашего беда, мы использовали фотографию, скажем, без договора, да, без вашего разрешения, мы переработали без вашего разрешения. Вы имеете право ответить. Требует моральную компенсацию, если она возникла у вас, упущая моральность. И вы требовать можете компенсация убытков, если вы можете доказать. Вот по магнитикам, да, например. Вот фотографию они взяли и продают магнитики. Вдруг у вас есть четкая информация, сколько стоит магнитик 2 гривен. Вы имеете, например, знаете, сколько они в него упустили, да, там, 20 тысяч. Вы можете посчитать, сколько убыток, по сути, потребует. Но! Убыток надо доказывать, правда же? Надо доказывать убыток наличия. Может быть, и не было никакого убытка, да? Но не использовалось там каких-то коммерческих целей. Да, были использованы фотографии, но не в коммерческих цели, между прочим. Использование не в коммерческих целях не освобождает от ответственности. Когда говорят, а мы же не использовали вашу фотографию в некоммерческих целях. А это ни о чем не Sig дорогу. Закон не связывает напрямую. Используешь ты ее в коммерческих целях фотографию или нет? И для образовательных тоже. Но образовательные, там есть исключение, когда я говорил, что нужно писать совласть, а для иллюстрации исключительно образовательные. Вот, например, в этой лекции я использую чужие фотографии как в образовательной сцене. Дальше. В Европе просто отдельная лицензия образовательная на каждое произведение существует отдельная. Ну, надо смотреть. Там нельзя использовать, даже для образовательных. Частично. Как иллюстрацию у нас можно однозначно. Законит. Мы не бьем в руки, мы пока в полную. Я уже заканчиваю. Смотрите, и что я хотел обратить ваше вакуумное. Основное, внимание. Если нельзя доказать убытки, то предусмотрена возможность компенсации. Компенсация это такой вид защиты авторского права, когда вам не надо доказывать, какой же был урод мы несем вашим правом. Он рассчитывается вами лично, определяется вами, а утверждается судом. Суд и умеет сам определить, насколько это действительно так или не так. И можно эту сумму требовать от 10 минимальных заработных вклад до 50 тысяч минимальных заработных вкладов. Я, между прочим, обращаю внимание, что в России такая же похожая норма есть, так там 10 тысяч рублей. Это в сравнении с нашими 2 600, 2 500. То есть намного меньше. То есть можно требовать, суд не доказывая убытки, требовать лишь морально, а компенсация. Вот 10 тысяч. К сожалению, судебная практика сложилась так очень нехорошо, что, как правило, по минималке суды, если удовлетворяют, то удовлетворяют по минималке. Хотя, хотя, есть случаи, когда эти большие суммы, если можно доказать, суд сам будет оценивать вину нарушителя и так далее. То есть можно, есть случаи, когда примеры доказывают. Кратко, уже на пару минут, значит, яркие примеры. Фотографа, районная газетка использовала несколько фотографий без его разрешения. То есть вот Данильченко, помните, пик. И еще одна фотография без его разрешения была опубликована в газете «Новокаховка». Он подал в суд, доказал, что без разрешения. В интернете нашли, опубликовали. И в конечном итоге он выиграл. И по закону еще имеет право, значит, автор нарушенного лица, которое нарушило авторские права, еще имеет право требовать опубликования решения в прессе, да, но он еще и заставил, чтобы опубликовали решение о том, что было принято решение о взыскании, признании нарушения авторского права и введении компенсации. И буквально еще одну минутку, я ваше внимание посвящу. Да, Украина молодая. И тут фотограф Дандюк, значит, была использована его фотография, значит, опубликована в Украине молодая. Взято эта фотография была с интернета. Была опубликована на первой странице. На этой фотографии просто плохо видно, но мелким видом его копирали. То есть было прямо в суде, без издания света. Даже не забейте слышать. А они и до этого еще другую использовали, там, где идут, как в плащах. Да ладно, все ладно. Это просто по второму разу они использовали? Они рейтер фотографии делают. Они в прошлом году тоже использовали КВС. И как бы было использовано. Это интересное дело, потому что оно неординарное. Первая, вторая инстанция была выиграна. Выиграна. Что да, незаконно использовали фотографии. А конституционная инстанция по абсолютно непонятным причинам была отказана и признана, как бы, это негативная практика. Но сейчас готовят... Да, ну мы будем знать, кто Дорошенко, да, как бы... Ну, Дорошенко. Друг Ющенко. Да, Ющенко. Это непостижимо, потому что суд отказал на каких основаниях, как бы, как бы, не подающийся, то есть высший специализированный суд из гражданских главных дел отказал. Ну, это немножко негативная практика, однако, ну, мы закончим еще одним слайдом, что предусмотрена и административная ответственность, нужно требовать ответственность, но главное, что еще предусмотрена уголовная. То есть, если вы можете доказать, что у вас убыток от нарушения авторского права возник, по крайней мере, не меньше 10 тысяч, там, ну, 11 тысяч, то вы еще можете обратиться к правоохранительному органу для возбуждения уголовного дела, для увеличения. И такие случаи бывают, ну, не частые, но бывают. Яркие какие-то случаи бывают и привлекают. Поэтому, может, и так. На этом я покажу вам то, что защищайте. Я попросил еще минутку внимания, вот с каким комментарием. Мы все видим, что тема, ну, явно не исчерпана. И мы это, в принципе, предполагали и понимали. Поэтому предварительно, если я их подтвердил, мы имеем с ним договоренность о том, что будет подготовлен цикл лекций, возможно, даже с какими-то нормативными там, или физическими материалами. И если у вас есть желание свои знания довести до какого-то разумного подела, когда, знаете, уже можно быть серьезно зарабатывать и защищать свои интересы материальные, то мы постараемся быть с вами на контакте. Для этого мы попросили вас указать ваши координаты. Это первый способ. Возможно, будет рассылка по электронной почте. Второй способ связи. Мы всегда присутствуем в социальных сетях и в фейш-бучке, и в одноклассниках, и в контактах. Есть группы Товариства Знания. Приглашаю присоединиться. И там будет вывешиваться объявление. И еще один вопрос. Мерпентильник. Поскольку хотелось бы встречаться в более теплой обстановке, с каким-нибудь чаем или кофе в такую погоду, то мы не исключаем, что будущие мероприятия, ну не все, а некоторые будут платные. Сумма неизвестна. Мы еще ничего не калькулировали. Но мы об этом открыто говорим. Отстадово. Мы все тут находимся в собственное время, которое тоже что-то стадово. Это все понимаем. Если есть желающие стать членами этого клуба, да, защиты наших авторских интересов, я приглашаю об этом изъявить ваше желание прямо сейчас, для того, чтобы мы таких людей, а их будет всегда меньшая часть, чтобы мы таких людей взяли на особый учебник. Стали, так сказать, зачинателем такого клуба, ну, журналистов или тех, кто, по крайней мере, я бы расширил этот критерий, но все-таки здесь общество знаний, а не юридическая консультация. Это наша миссия продвигать в обществе знания, и те знания, которые вы не можете получить, не успеваете, или, может быть, их не так просто получить. Поэтому темы, которые мы будем здесь отбирать, они не исчерпываются авторскому вопросу. Темы будем диктовать мы сами. Поэтому всем спасибо, все свободны, кроме тех, кто хотел бы, чтобы напротив его фамилии мы поставили галочку. Спасибо.